Влипли, короче, по полной программе. Галина Михайловна давно мечтала перебраться в город поближе к детям и внукам. С мужем продали домик в деревне, купили долгожданную квартиру в обустроенном ЖК, а на оставшиеся деньги сделали уютный ремонт. Но жить все равно пришлось на даче, ведь чуть больше недели назад квартира перевернулась вверх дном. Потолок почти соприкасался с полом, а воды было по щиколотку. Убирали воду. Ну, ветер 50 мы сняли воды. А здесь сколько? У меня до сих пор руки болят, потому что мы собирали это вот так. Пострадали и соседи. Маленький Ярослав с удивлением показывает нам большую потолочную дыру в своей детской комнате. Играть в любимые игрушки там теперь невозможно, добавляет его мама, ведь испортились не только потолки, но и вся мебель. На полу была вот таким слоем вода. Потолки уже все порвались. Естественно, с них из дырок лилась вода. Как выяснилось, крыша дома не выдержала большого потока воды, который должен был стекать по специальной ливневой системе. Однако обильные осадки просто превратились в стихийное озеро, потому что ливневка была засорена. Мы согласны в какой-то мере нести свои гарантийные обязательства, но мы же видим, что здесь проблема именно в эксплуатации. Кровля загрязнена, кровля не чистится. То есть с момента сдачи дома не было произведено никакой очистки кровли. Также при обследовании мы увидели, что сама ливневая канализация загрязнена мусором. Этого быть не должно. Застройщикам так и не удалось попасть на крышу, ведь ключи хранит у себя УК. Поэтому инженерам строительной компании пришлось прибегнуть к помощи квадрокоптера и провести собственное расследование. Правящая компания убрала те колпачки, которые были установлены по проекту у лотков приемных и установила какие-то самодельные конструкции. Когда мы ходили по тех этажу, мы обнаружили много лишних врезок. То есть на кровлю может попасть практически любой, кроме нас. Мы попытались связаться с представителями управляющей компании, но давать комментарии на камеру они отказались, ссылаясь на то, что ответственные за ливневки не они, а застройщик. И откуда появился строительный мусор, не знают. Наверное, они должны работать в контакте, но они сами подчеркивают, что у них между ними никакого контакта не было. Но пока управляющие и строительные компании размышляют, на ком из них лежит большая ответственность за то, что ливневые сливы не сработали, жилищная инспекция уже проводит проверку. А жители дома надеются, что им все же удастся получить хоть какую-то компенсацию за испорченный ремонт и с ужасом ждут очередного ливня. Мария Мацаева, Вадим Быстревский. День с толком.